Здравствуйте! Новости на канале СКАД, в студии Юлии Клёнова. Вот о чём расскажем в этом выпуске. То есть это говорит о том, что труба заполнилась газом. Подали топливо. В северной части Самары налажено надёжное газоснабжение. Наконец-то торжественное открытие. Очень долго ждали, сильно хотели. Десятилетний перерыв завершён. После капитального ремонта своей двери открыл 225-й детский сад. Ощущения были, конечно, потрясающие, когда увидел земной шар. Он провёл в космосе один год и два месяца. В Самару приехал легендарный космонавт Юрий Романенко. Безопасное газоснабжение. В строй ввели обновлённую ветку поставки в северную часть Самары и прилегающие районы Голубого топлива. Старый газопровод ещё 20 лет назад отслужил свой срок и мог отказать в любой момент. Наибольший риск был в зимнее время. Теперь опасности нет, а объёмы поставок газа увеличились. Подробнее расскажем в следующем сюжете. 220 тысяч кубометров в час. Эта ветка газопровода будет снабжать северную часть Самары и несколько населённых пунктов области, а также промышленные предприятия. Объёмы, скажем, доставки газа по этой трубе увеличены будут в четыре раза. Понятно, что это позволит и заводы строить, и жильё строить. Фактически газопровод Винтай-Самара был полностью обновлён. И делать это пришлось в срочном порядке. Он был введён в эксплуатацию в 1954 году. Срок его работы закончился в 1994. Но газопровод переработал лишних 20 лет. Техническое состояние было плачевным. И в зимний период, когда растёт объём потребления, оборудование могло отказать в любой момент. Последствия были бы очень серьёзными. Строители уложились в срок. Хочу сказать, что работы велись практически круглосуточно в течение этого года. И газоснабжение ни разу по действующему газопроводу ни разу не остановилось. Торжественный пуск – нажатие на символическую кнопку. Главный инженер обслуживающего предприятия объясняет, что стрелка манометра показывает полный порядок. Как давление достигло рабочего давления в газопроводе. То есть это говорит о том, что труба заполнилась газом. Срок эксплуатации введённого в строй газопровода – 40 лет. В 2016 году планируется ввести в строй вторую очередь линии снабжения голубым топливом. Что ещё больше расширит возможности по развитию территорий севера Самары. Максим Остриков, Николай Сидоров, СТВ. Десятилетний перерыв завершён. В железнодорожном районе возобновил работу детский сад номер 225. Долгое время дошкольное учреждение пустовало, так как строение было признан аварийным. После капитального ремонта детский садик снова в строю. Принимает первых ребятишек. Подробности далее. Ничто не может отвлечь малышей от интересного занятия. Ни важные гости, ни присутствие видеокамер. Хотя ребята первый день в детском саду, они чувствуют себя комфортно и уверенно. Много лет дошкольное учреждение пустовало. В 2006 году его закрыли, так как жилое здание, в котором находится садик, было признано аварийным. При поддержке депутата Александра Фетисова были проведены работы по усилению конструкции, а также капитальный ремонт. День открытия стал настоящим праздником как для малышей, так и родителей. Заранее узнали, что он открывается. Встали сразу на очередь и поступили. Наконец-то торжественное открытие. Очень долго ждали, сильно хотели. Очень хороший ремонт. На самом деле все очень красиво сделано и качественно. Помимо новых стен, во дворе дома для детей построили специальную игровую площадку. При поддержке губернатора в общей сложности на ремонт было выделено более 10 миллионов рублей. Хочется пожелать, чтобы действительно капрачная атмосфера, атмосфера доброжелательства, творчества, которое сегодня у нас присутствует при открытии, чтобы она сопутствовала нашим деткам. И чтобы действительно детки наши из этого сада выходили здоровенькими и подготовленными уже к школе. По словам городских властей, за последнее время в систему образования были возвращены 15 детских садов. Еще 6 построено новых, благодаря чему очередь заметно сократилась. В сентябре самарские детские садики пополнили более 5000 новичков. Обновленное дошкольное учреждение железнодорожного района примет около сотни местных ребятишек. Врачи рассказали о новой вакцине от Менингита. Ее выводит на отечественный рынок крупнейший мировой производитель. Фармацевты говорят, что такую прививку детям можно делать с 9 месяцев. Прежде профилактика Менингита в столь раннем возрасте в России была недоступна. Температура, рвота, слабость. Первые симптомы Менингококковой инфекции. Их часто путают с ОРВИ. Врачи обнадеживают. Ситуация с Менингитом в регионе благополучная. Заболевших несколько десятков год, а то и меньше. Если смотреть прошлый год, то в прошлом году было зарегистрировано 12 случаев за весь год. Мы живем в межэпидемический период, когда заболеваемость недостаточно, в общем-то, невысокая. И проблемы, которые вставят перед педиатрами, они несколько другие. Менингит может стать смертельным для маленьких детей. В прошлом году медики не сумели спасти троих. В позапрошлом – четверых. В 30% случаев болезнь протекает стремительно, буквально за сутки. Вылеченный Менингит может давать серьезные осложнения. Поэтому врачи советуют родителям потратиться на прививку. В текущей ситуации бесплатно детей от Менингококовой инфекции не прививают. Получить вакцину за счет бюджета сейчас имеют право призывники и те, кто совершает паломничество на Аравийский полуостров. Юлия Кленова, Николай Епифанов, СТВ. Сейчас прервемся. И вот о чем расскажем во второй части нашей программы. Мы сейчас находимся в самом сердце стадиона. Это будущее футбольное поле. Самара продолжает готовиться к главному спортивному событию 2018 года. Продолжаем выпуск. 1 октября полностью завершится объединение госуниверситета из ГАУ в Национальный исследовательский университет имени Королева. Студенты в торжественной обстановке отметили начало учебного года, который станет новой вехой в развитии, прежде всего, прикладной науки. Сделает высшее образование более конкурентоспособным. А перспективные студенты уже сейчас получили сертификаты на стипендии губернатора. За научно-исследовательские достижения 16 студентов отмечены сертификатами о назначении губернаторской стипендии. Вячеслав Купцов продвигает проект низкоорбитальной космической платформы с длительным сроком активного существования. РКЦ «Прогресс» уже заинтересовался предложением. Объединенный ВУЗ молодым ученым даст еще больше таких возможностей. Я вижу, что у нас создается действительно большая научная база. У нас реорганизуются кафедры, что позволяет студентам выезжать в командировки. Нам надо самим создать те центры, которые будут ничем не отличаться, а может даже будут превосходить, как это было 30-40 лет назад. Отдельные наши академические институты, научные центры, и не отдельные, еще раз хочу сказать, многие, они абсолютно доминировали в мире. С предложением объединиться и получить больше шансов попасть в число создающихся опорных ВУЗов страны уже выступил Политех, Заукрупнение и Самарский экономический университет. Это и большие возможности госфинансирования и развития науки, повышения конкурентоспособности не только в России, но и в мире. Так, перспективы научно-исследовательского университета имени Королева и проект «Гагарин Центр» высоко оценили американские члены Международного совета по конкурентоспособности. Также на торжестве студотряду Аэрокоса «Легион», который принял участие в строительстве космодрома «Восточный», губернатор вручил строительный мастерок с гравировкой и призвал студентов быть небезучастными к выборам 13 сентября. Дина Сметанова, Эдуард Растигаев, СТВ. В Самару приехал знаменитый космонавт Юрий Романенко. Дважды Герой Советского Союза встретился со студентами Аэрокосмического университета. Учащиеся получили возможность узнать из первых уст, каково это – трижды покорить космос и попасть в Книгу рекордов Гиннеса. К космонавтам-рекордсменам пообщалась наша съемочная группа. На пути в Самару Юрий Романенко пролетал над космодромом «Восточный», куда всего несколько дней назад из столицы региона отправили ракету «Союз-2». Для него это не просто совпадение. Куйбышев – это родное место. Здесь жили его близкие родственники. Он до сих пор вспоминает с восторгом свой первый выход в открытый космос, который длился 1 час 28 минут. В его жизни было три полета. В 1998 году Юрий Романенко признан самым опытным летчиком. В открытом космосе он провел 430 дней, за что попал в Книгу рекордов Гиннеса. За это время он научился играть на гитаре и сочинил 20 песен. Об этом мало кто знает, но студент СГАУ Роман Михайлов биографией известного космонавта интересовался давно. Он знает, что Романенко-младший пошел по стопам своего отца. А вам не хотелось бы еще раз летать к вас уже и по возможности со своим сыном? Я уволился с 95-го года, уже так как нахожусь на пенсии. Вот поэтому реально это, конечно, не инсистивно. Полет – вещь непредсказуемая, говорит Юрий Романенко. Первый раз у него заклинило оборудование, во второй раз также возникли технические неполадки. Но он стойко преодолел все преграды. За свою работу Романенко дважды получал высшую государственную награду. Теперь он еще и почетный выпускник Аэрокосмического университета. Анастасия Шамшурина, Владимир Терентьев, СТВ. В Самаре завершает работу международная выставка «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия». На этой площадке представлены крупнейшие представители нефтехимической отрасли региона. Центральное место традиционно занимает экспозиция акционерного общества «Самара нефтегаз» – главного нефтедобывающего предприятия губернии. О своих достижениях и перспективах нефтяники рассказали нашей съемочной группе. На выставке специалисты традиционно демонстрируют последние достижения в области добычи, переработки и транспортировки нефти и газа. Эта отрасль формирует бюджет губернии и весомый вклад в процветание региона вносит акционерное общество «Самара нефтегаз». Коллектив предприятия добывает свыше 11 миллионов тонн нефти ежегодно. «Самара нефтегаз» является одним из лидеров в данном направлении, ежегодно приращивая объемы, увеличивая за последние годы в три раза бурение. Это создан такой комфортный, хороший задел на дальнейшее развитие этой компании. Сейчас Самарская область входит в пятерку крупнейших нефтедобывающих регионов страны. Во многом это заслуга сотрудников предприятия «Самара нефтегаз», работавших еще в 40-е годы. Свой стенд акционерное общество посвятило 70-летию победы и трудовому подвигу нефтяников во время Великой Отечественной войны. За эти 3-4 года было открыто 8 нефтяных месторождений. Благодаря этому Кубышев нефть, Самарская область, Кубышевская область в то время признана была одной из таких нефтегазоносных регионов Советского Союза. Сегодня «Самара нефтегаз» обслуживает 173 месторождения, добывает более 70% нефти в регионе. Трудовой коллектив продолжает увеличивать объемы, делая ставку на интеллект и современные технологии. Это хорошая новость для всего населения области. Вместе с добычей топлива растут и перспективы губерний. Юлия Клюна, Владимир Терентьев, СТВ. «Самара» продолжает готовиться к главному спортивному событию 2018 года. Областной центр примет матчи чемпионата мира по футболу. Сейчас в городе возводится вся соответствующая инфраструктура, в том числе и новый стадион «Космос-арена». Для журналистов, ведущих самарских СМИ, провели ознакомительную экскурсию по масштабному спортивному объекту. Слово нашему корреспонденту Александру Семелову. Мы сейчас находимся в самом сердце стадиона. Это будущее футбольное поле. Совсем скоро на него выйдут лучшие команды со всей планеты. Да, Мундиале 2018 года остается чуть менее трех лет. Уже возводятся трибуны, на которые приедут наблюдать за бескомпромиссными баталиями болельщики со всего мира. Футбольная «Самара» затаила дыхание. Напомню, областная столица примет четыре игры группового этапа. Поединок одной восьмой финала, а также четверть финала, по большому счету, город на Волге станет третьей футбольной столицей России. Работа на стадионе кипит вовсю. Уже вырисовываются очертания будущего спортивного объекта. И тут уже видно впечатляющие размеры всего сооружения. Сегодня на стадионе выполняются работы по возведению монолитного бетона. Стадиона, плиты, это несущие конструкции всего стадиона. И вертикальные, и горизонтальные конструкции, которые выше плиты. Это действительно впечатляющий проект. Стадион послужит самарцем и по завершению мирового первенства. Там можно будет заниматься физкультурой и различными видами спорта. Стоит отметить, что сами матчи Чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля. Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ. И на этом у меня вся информация. Далее смотрите прогноз погоды программу «Абзац». В завершении выпуска напомню адрес сайта Георгия Лиманского. Читайте наши новости о Перми в соцсетях, в группах СКАД СТВ «Самара» и заходите на сайт телекомпании. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи. Продолжение следует...